Тестостерон, сколько его ставить и надо ли вообще? Гарантировать вам заболевание не могу, но все-таки это наиболее рисковая точка в целом у всех культуристов, применяющих допинг. По двум причинам были придуманы анаболические стероиды, как лучше всего качать грудь. Отвечаю, мое личное мнение, тестостерон в курсе должен присутствовать. А наша адаптация это и есть стать больше, сильнее, выносливее и быстрее. Не вижу смысла применять менее 300 мг тестостерона в неделю. Поэтому фактор постоянной нагрузки нам очень важен. Частично действие гормона роста определяется тем, что ЕФР вырабатывается в печени. Все, вопрос в анкогенности гормона закрыт. Гормон роста рак не вызывает. Ну что, друзья, вот, собственно, она. Ее можно забрать, ее можно выиграть. Друзья, всем привет, с вами я, Руслан Халецкий, канал Генетик. И миллионы, сто тысяч лет не было в рубрике ответа на ваши вопросы. И мы, конечно, давно решили ее возобновить, но, в общем, возобновляем. Тянуть не будем, погнали. Первый вопрос номер один. Тестостерон, сколько его ставить и надо ли вообще? Ваши вопросы, да? Это еще лайков много набрал вопрос. Они, так скажем, воображение поражают. Давайте начнем с конца. Надо ли его ставить? Вообще нет. Вообще нет. Но, если его нехватка в организме, и вы пойдете с этим вопросом к врачу, то умный врач должен вам сказать, что, собственно, да, что если чего-то не хватает, и это влияет на качество жизни, самочувствие и здоровье, то нужно это добавить, привести в формат, так скажем, условной нормы, а самое главное, чтобы эта условная норма положительно влияла на ваше здоровье и самочувствие. То есть для этого это и были, ну, по двум причинам были придуманы анаболические стероиды, но в первую очередь эстерон в свое время. Это для ускорения регенерации, ну, и, соответственно, для лечения болезней, синдромов, связанных с его нехваткой, которые протекают от каких-либо проблем, заболеваний, либо от возрастных изменений, да, он регуляции, выработки половых гормонов. Да, один из факторов, собственно, нашего увядания и старения. Так, ну, по сути, если у вас все хорошо, то вам и не нужен тестостерон. Если у вас с тестостеронной нехваткой и все плохо, есть симптоматика, так скажем, негативная, выраженная и связанная с нехваткой тестостерона, то вам его прям должны, по сути, прописать. Но, опять же, мы все тут спортсмены, думаю, что 99% зрителей это спортсмены, и, исходя из этого, понимаем, что мы говорим про вообще нужно ли применять тестостерон на курсе. Это гораздо более интересный вопрос, потому что действительно можно встретить литературу и опыт спортсменов не очень большого количества, у нас, по крайней мере, да, когда курсы строятся без тестостерона, в принципе. Больше мы таких курсов можем увидеть у иностранцев, у представителей европейской, американской школы, где курс строится только на других препаратах и отсутствует тестостерон как таковой. Отвечаю, мое личное мнение, тестостерон в курсе должен присутствовать. Я вижу его практически в любом цикле. Я не приерженец одного вида эфира, короткого либо длинного. Для меня это все тестостерон с разным основанием насленным, которое с разной скоростью рассасывается, имеет разную скорость освобождения. Но, по сути, вещество действует тестостерон. Я считаю, что отталкиваться нужно от этого. Ну, а остальное все вопрос администрирования. Не могу с научкой, то есть, через зрение, обосновать вам вот эту, так скажем, привязку к тому, что типа от пропих суши-то не заливает, а нонтат заливает. В точке зрения науки полная фигня, и там и там действующее вещество тестостерон. Пропионат, либо нонтат, это не действующее вещество, это масляный эфир, который отвечает только за скорость высвобождения вещества. И каким-то дополнительным образом влиять на, так скажем, вашу сухость не должен. Мне кажется, больше в вашей голове. А вот вопрос администрирования, действительно, колоть через день, либо колоть пару раз в неделю, достигнут наиболее ровного фона разными формами препаратов. Разными эфирами достигаются разными способами. Частотой инъекций, скорость общего рассасывания у вас в тканях, препаратов, не то что даже качеством, а типом эфира, составом, тем, как препарат изготовлен. То есть фармакинетика каждого препарата будет своя. И вот и уже фармакинетика каждого отдельно из этого препарата будет отличаться и давать вам разное воздействие на организм, и вы будете визуально видеть разный эффект. Именно с этим часто можно, я думаю, связать, потому что человек думает, ой, я вот на пропике сох, а тут на нонтате не сохну. Да нет, может быть, просто вы там отекаетесь с нонтатой из-за его компонентного состава, может, вообще у вас аллергия на один из компонентов, применяемых тем или иным производителем. То сменили производителя, а при этом сменили еще и эфир, и эффект видим другой, и появляется такая корреляция в голове определенная, хотя, по сути, она является ошибочной и случайной. В дозировке не вижу смысла применять менее 300 миллиграмм тестостерона в неделю, как такового вещества, и не вижу смысла применять более 1000 миллиграмм тестостерона, как видите, вилку такую прям весьма большую обозначаю в своем видении, и, наверное, исходя из этого, так скажем, всегда стараюсь бить сразу золотую середину, стартовую, понятную, в диапазоне 450-500 миллиграмм. Опасности и риски основные от применения тестостерона – это нарушение липидного профиля в вашей крови, то бишь повышение рисков заболеваний сердечно-сосудистой системы. Гарантировать вам заболевание не могу, но все-таки это наиболее рисковая точка в целом у всех культуристов, применяющих допинг. Акне, отечность, ароматизация. Тут уже, ребята, вещи индивидуальные. Одним повезло больше, другим повезло меньше. У кого-то от тестостерона будут расти мышцы, у другого – прыщи. Пока не попробуете, не узнаете, поэтому первый пункт лучше не пробовать. Но если попробовали, то не надо уже ни на кого пенять. Мы все сами несем ответственность за принятые нами решения. Я думаю, что по тестостерону это максимально достаточно. А так, друзья мои, напомню, что мы едем, точнее я еду по городу-герою Ленинграду, Санкт-Петербургу. У нас конец июня, у нас потрясающая погода, я вас всех приглашаю в Питер летом, пока белые ночи, пока разводят мосты. Все очень красиво, приятно, комфортно. Обязательно приезжайте. И, конечно, приезжайте. Еще раз напомню, буду напоминать в своих роликах. Приезжайте 7 сентября в Санкт-Петербург, ибо если вы жители города, приходите на турнир, на мультиспортивный фестиваль 7 сентября в Сибур-арене, который будет проводиться под эгидой северо-западного числового альянса NWPA. Совместно с компанией Genetic Lab к нам со своим турниром в рамках фестиваля приезжает Кирилл Сарычев. У нас будет турнир по армрестлингу. У нас планируется, в данный момент я еще произношу слово планируется, так как нет финального согласования турнир по бодибилдингу под эгидой IFBB. Планируется, ведутся согласования по Стронгу в рамках организации слабого экстрима. Вообще очень много всего. Я думаю, что будет отдельный ролик, посвященный этому мероприятию. Я приглашаю гостей, в том числе я приглашаю партнеров, другие компании спортивного питания на выставку, на поддержку бодибилдинга, фитнеса, финальный вечерний турнир, международный, рейтинговый по ММА. В общем, пишите все, кому интересно. Коллаборация, реклама, продвижение. И, конечно, залетайте на kassir.ru 7 сентября, Питер, Сибур-Арена, приобретайте билеты. Кому хочется самый-самый жир, есть VIP-столы от 1 миллиона до 300 тысяч рублей. Это не одно место, естественно. Это полный стол с фуршетом. Просто в трех метрах от вас будет происходить основное зрелище на ринге. Будет очень интересно. С приглашением закончили. Мы сейчас двигаемся на производство одежды. И один из самых очень распространенных вопросов, не связанных, правда, со спортом, по сути, это когда же будет одежда. Вот это вот, наверное, под каждым видеороликом мелькает. Вопросы задаются. Одежда есть. Все, она на сайте geneteclap.ru. По промокоду RUSSO SUPER. Скидка. Скидка большая. Чтобы ее проверить, можно зайти на сайт. Скидка на весь ассортимент. Одежда, вот, начал я говорить, она уже вся на сайте. Мы сейчас дополняем лимитированные, лимитированные именные серии Ромы Хлюльна, Димы Голубочкина, ну и меня уж так вышло, сказали тоже сделать. Мне приятно, ваше пожелание, максимально на самом деле. Вот. Блин, короче, ребят, ну, сейчас мы приедем на производство, вы это все сами. Увидите, будут скоро еще и спортивные костюмы, полноценные, то есть штанные кофты, есть уже футболки, майки, шорты, мы сделали еще шорты, тоже пишите в комментариях, пожалуйста, к следующему ролику, нужно ли их запускать в серийное производство, коротенькие, как ГАСП. Ни одна другая компания их не сшила никогда. В них все, наверное, знаменитые фотографии Брэнч Ворона, всех олимпийцев. В общем, мне кажется, вещь нужная в небольших объемах. Когда я верну свои ляжки, я тоже в них буду сгодить тренироваться. Все, одежда есть, готова, мужская, мы сделали, круто, кайф, здорово. Как лучше всего качать грудь? Ну, давайте так, я не думаю, что грудь принципиально сильно отличается от других мышечных групп, поэтому давайте я сейчас скажу, как вообще максимально эффективно, ну, насколько это возможно, тренировать в целом мышцы для того, чтобы, я думаю, мы так говорим о том, чтобы они росли, можно было вопрос поставить более полноценно, как наиболее эффективно тренировать мышцы, чтобы они стали сильными, или чтобы они стали большими, или чтобы они стали выносливыми. Это абсолютно разные вообще цели и задачи, и исходя из них мы и должны думать о том, что и как мы делаем. Итак, мы должны тренироваться интенсивно. Это номер один. Интенсивность может достигаться разными способами. Это может быть либо за счет поднятия больших тяжелых весов, либо это может происходить за счет высокообъемного тренинга, то есть вопрос интенсивности очень важен. Также интенсивность можем мы считать сквозь тоннаж, так скажем. Посчитав общий тоннаж поднятого веса во время тренировки, мы можем понять, насколько мы интенсивно ее провели. Это раз. Дальше. Прогрессия нагрузки. Прогрессия нагрузки, то есть это постоянное, не постоянное, но планомерное стремление к увеличению общей нагрузки. Нагрузка вызывает стресс, адекватный стресс вызывает адаптацию, а наша адаптация это и есть стать больше, сильнее, выносливее и быстрее. В разной пропорции, в зависимости от того, что мы больше утомляем в процессе наших тренировок. Прогрессия нагрузок один тоже из основоположных, самый главный фактор нашего в целом прогресса спортивного в любом направлении. Когда мы касаемся опять бодибилдинга, мы возвращаемся к нему и, конечно, как наиболее эффективно качать мышцы. Грудь в том числе, это давать мышце постоянную нагрузку. То есть исключать факторы инерции в движениях, а инерция зачастую это читинг, но опять же он может быть в конце для увеличения интенсивности. Основные движения мы делаем чисто, постоянное напряжение очень-очень-очень нам важно. Работа в амплитуде, в амплитуде порядка 95% от максимальной. Почему? Потому что полная амплитуда, например, выпрямленная рука в жиме лежа, это вектор силы идет у нас сразу через суставы, через суставы, в плечо и в скамейку. Получается, вроде бы нам тяжело, давление ощущаем, а в реальности общий мышечный тонус, общее напряжение будет меньше. Потому что мы фиксируемся, как бы говоря, в общую силовую раму, составленную из суставов наших, вместо того, чтобы держать там чуть под согнутые локти, и мы получаем максимально уже в максимально сокращенном положении высокое напряжение в мышечной ткани. Поэтому вот фактор постоянной нагрузки нам очень важен. И еще один фактор важный в тренировочном процессе любой мышечной группы, это время под нагрузкой. Время под нагрузкой в плане мышечного роста нам тоже очень важно, и мы должны стремиться в диапазон 30-40 секунд постоянной нагрузки для максимального воздействия с целью повышения мышечных объемов, повышения силовой выносливости и силы мускулатуры. Поэтому мы стараемся работать без инерции в диапазоне 30-40 секунд, и не теряя нагрузку на мышечную ткань. Мы сегодня снимаем, кстати, ролик в день праздника выпускников Санкт-Петербурга, Аллы Паруса, сегодня, наверное, выпускной, в целом по всей России, скорее всего, это логично. Поэтому сегодня везде будут банты, банты, юбки, крики, брызги шампанского, которых быть по сути-то не должно, куда от этого уйти. Поэтому просто, ребятки, молодежь, будьте аккуратны, осторожны, вдумчивы, берегите себя. Теперь касательно, давайте прям к груди прыгнем обратно, когда мы берем грудь. Что же, какие там нюансы у нас могут быть в тренировке груди. Ну, первое, мы должны определиться, насколько она развита, насколько она хорошо включается, зонально, как она у нас развивается. И от этого мы выстраиваем тренировочный план. Тренировочный план может построен быть от базовых движений в старте, либо от предварительного утомления. Если вы там плохо чувствуете грудь в жимовых движениях, то 100% ваш путь, это через предварительное утомление, это бабочки, махи, пикдеки, кроссоверы, заранее утомить, наполнить мышцы груди кровью, чтобы потом, когда вы жмете, работаете в базовых движениях, пусть вес будет когда-то меньше, но общая интенсивность, эффективность, попадание в цель будет гораздо выше после предварительного утомления, поэтому я порекомендую, если вы грудь чувствуете плохо в базовых движениях, предварительно ее утомляйте. Если у вас развитая мышечная группа, хорошая иннервация нервных волокон, вы чудесно чувствуете грудь, можно спокойно после разминки сразу прибегать к жимовым базовым движениям с гантелями, в тяжелых рычажных тренажерах, со штангой, плавно разминаясь, повышая веса, тут путей несколько, либо самостоятельно, методом пропа ошибок и личных ощущений, и обращение внимания на прогресс в диапазоне 2-3 месяцев, применяя ту или иную методику, либо отталкиваясь от рекомендаций вашего тренера, смотреть и использовать. Говорили про грудь, постарался пройтись по всем мышечным группам сразу, по основоположным принципам того, как же их тренировать. Слушайте, ну давай так, перед соревнованием, да и вообще в целом, конечно, ЭФР препарат эффективный, и частично действие гормона роста, оно как раз таки определяется тем, что ЭФР вырабатывается в печени, под воздействием гормона роста, для этого нужна здоровая печень, адекватное, качественное питание, это все очень важно, поэтому, если у кого-то вдруг на гармонии роста не растет ЭФР, тут вообще вопрос-то может быть два. Первый, что печень херовая, а второй, что там с гормоном не так. Многие почему-то забывают про то, что они не самые здоровые ребята, и питаются херово, ЭФР может в них расти не сильно, еще они до кучи часто не знают свой базовый уровень ЭФР, и насколько он вырос, может там было 100, а стало 300, и он тут получается вырос в три раза, они об этом не думают, они там увидели у кого-нибудь чемпиона в значении ЭФР 500, такие, о, столько надо. До кучи еще общался с одним биоинженером, он вообще сказал, что сверхвысокие значения ЭФР означают то, что он не уходит, не метабилизируется, а просто болтается в крови, его протеронизм не забирает, и по сути в крови получается ЭФРа много, а отдача от него низкая. Это не мои слова, это слова ученого, которые в принципе имеют прям максимальную логичность, которую можно понять. ЭФР, да, обладает очень высоким моноболическим эффектом, жиросжигающим эффектом, препарат эффективный, сильный, используется профессионалами давно, препарат достаточно дорогостоящий, технологически, техногенно, по сути, похожий на производство биорекомбинантного, биоинженерного гормона роста, имеет место быть в практике бодибилдинга сильно, но вот все-все-все исследования, которых уже огромное количество, доказали, что гормон роста не онкогенный, прям 100% и точно, и тут все вопросы прям закрыты, все, вопрос по онкогенности гормона закрыт, гормон роста рак не вызывает, доказано, проверено, все окей, безопасно. Может только ускорить рост существующих, но это ничего не вызывает, это просто из-за его невысокой, но анаболической функции. По ИФР же вопрос не закрыт, исследований меньше, опыта применения меньше, поэтому, поэтому что? ИФР в практике бодибилдинга имеет место быть, если у нас человека нету страха, есть желание прогрессировать, то он, на мой взгляд, может применять все средства, которые используют другие спортсмены для повышения своего уровня конкурентного превосходства, и достижения наилучших мест. Очень разные протоколы есть применения ИФР, ну и давай уж тогда, ты, конечно, мне напомнишь, Лех, без тебя я тут не справлюсь, если ты мне напомнишь, то отдельно именно на моем телеграм-канале я выложу три протокола применения ИФР, назовем их, давай так, во-первых, скажем, новичок, любитель и профессионал, и одновременно просто бюджетный, средний и дорогой метод. А мы уже доехали до предприятия нашего по пошиву одежды, это уже отдельная история, посмотрите, что мы нашили. Напоминаю, пацаны, что для ваших прекрасных, прекрасных, я уверен, что для прекрасных девушек у нас есть одежда, Белатика, вы решили сделать подарок, если вы хотите простить свою девочку в Питере, приобрести какую-то одежду крутую, красивую, то топайте ТЦ Пик, город Санкт-Петербург, она будет нарядная, довольная, красивая, спасибо, сейчас белая BMW еще приедет тоже, на нее выписано, а вот и, а вот и белая BMW, друзья мои, напоминаю, что мы, уже, наверное, может, мы разыгрываем 750, назовем это, ну, билетов, на то, чтобы выиграть белоснежную BMW пятерку, вот, которая с вами прям двигается, сейчас она проедет, или мы что-то покажем вам, мы покажем, или не покажем в окно. Телеграм-канал с розыгрышем внизу, все под ответственность меня и Ромы Халиулина, лично в руки, кому-то мы этот автомобиль вручим, что Ром потерялся, где он, что не едет с нами? Ну что, друзья, вот, собственно, она, ее можно забрать, ее можно выиграть, 750 лотерейных билетов, еще куча дополнительных призов, поэтому все подробности в Телеграм-канале, описание, вот мы с Ромиком для вас подготовили, блин, ну кайфовая, Ромка, ну и все, Ромка приехал, блин, классно, смотрится, на пятерках не разу не ездил, у меня тут Mercedes E-шки будет, вот, ну типа это тот же класс, конкурент только Mercedes, но Beho, как по мне, показалось намного мягче, да ладно, ну мне показалось, по крайней мере, вообще клево, по кузову такой, близко к свежему, я не знаю, ребят, кто выиграет, если кто-то это из молодежи, максимально кайфанет, бля, братан, ну ты прикинь, да блин, за лет 25, да ладно, ты 25 нахер, что мы зажираем, в любом возрасте, давай так, в 30 многим, вон, бля, это пипец, кайф вообще, кайф, блин, а мы еще поугарали, давайте так, сразу, билетик будет стоить 3 900, всего 750 человек будет участвовать, то есть вероятность выигрыша, пипец, колоссальная, и мы будем это делать чаще, будут и более дешевые, и более дорогие, мы уже поугарали, если тысячу билетов по 10 тысяч, то можно и вот такую штуку, ребят, будет сделать, ну и так, кто залетит, ну это как бы турбо-жир, и десятка вроде бы не кисла, видите, один к тысяче, это пипец, как бы это интересно, в общем, посмотрим, как это все дело пойдет, почему не всякие через подписки, ведь мы же не эти, говно-блогеры, где потом еще кому-то из своих отдают, подпишись на 100 инстаграмов, так себе история, все будет максимально честно, прозрачно, прям в ручке, все вживую будет это происходить, розыгрыш весь тоже будет весь живой, поэтому, ну, вон она, сдалека вообще-то, нормально, из близи, из далека, короче, кайф, вот такая движуха, да, так видите, чем только мы не занимаемся, чем только не прикалываемся, так же вышло, вот, все, погнали мы на производство, это уже предыдущий, или следующий, что-то поемет такой ролик, выпускает, кстати, просто мы одеваем Ромку перед турниром, Китая, мы все за него будем максимально сильно болеть, я прям понимаю, что бы ни было, Ромыч, выиграешь, скажет, маленькая конкуренция, проиграешь, не доготовился, не суть, не суть, вообще, что бы ни было, блядь, пишите все, что думаете, плохое, хорошее, глупое, просто ваше внимание уже ценно, а ваше мнение, если вы почти гадость не очень, не очень ценно, да, и не очень-то мы к нему будем прислушиваться, ребята, берегите себя, погнали смотреть шмоки, спасибо. Спасибо.